Сейчас в Центре управления кризисной ситуации МЧС России так же спокойно, как было около полутора недель назад, до 25 июня, когда сильные ливни спровоцировали затопление в нескольких районах Сочи. Помогать сочинцам, а также своим коллегам, прибыли спасатели из Краснодарского края, Ростовской области, всего около 2000 человек. Огнеупорные водонепроницаемые сапоги пожарные спасатели обычно надевают при экстренной работе. Сейчас, говорит Андрей Подставкин, просто другой сухой обуви нет, все еще сушится после работы при наводнении. К утру мы приехали здесь, сразу из автобуса переехали, перегрузились в лодки и поплыли по улице. Ну, местами мы вброд шли, потому что лодка шесть человек помещает в себя, а людей было много. Дети фотографируют в жилетах спасательных. Дети довольны были, мне кажется, они даже отдыхом не испортили это. Конечно, на деле все было гораздо сложнее и опаснее. Спасатели не только помогали быстрее добраться людям до сухого места, но и занимались прямым делом, спасали от серьезной угрозы. А затем откачивали воду, осушали улицы и дворы. Ребята проявили и героизм, и большое трудолюбие. Удалось в короткие сроки выполнить большой объем аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. И ребята поедут домой, к семьям, к детям. Но перед отъездом торжественное построение. От сочинцев знак благодарности, почетные знаки и грамоты. По словам мэра Анатолия Пахомова, город ценит помощь специалистов из соседних муниципалитетов. Кроме того, теперь и у Сочи, и у всего региона есть более серьезные средства для преодоления последствий подобных катаклизмов. Это техника, огромная техника, которой у нас в городе нет, да и в крае не было. Мы знаем и о том, что министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации был вынужден самолетами переправлять сюда технику. И технику теперь оставили на постоянно в городе Сочи, в Краснодарском крае, для того, чтобы, если будут возникать такие чрезвычайные ситуации, а от этого никто еще не застрахован, то, чтобы более оперативно эти вопросы решались. Ну а лодки, пожарные машины, автобусы со спасателями после церемонии награждения отправились по домам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.